А сейчас время традиционной рубрики «На земле». Узнаем, что происходит в городе по ночам и как проходят будни патрульных экипажей. Наш корреспондент Максим Ларин на этот раз отправился в район Северное Медведково. Впервые за всю историю рубрики старшим в патрульном экипаже была женщина. Лейтенант Ирина Очапина в патрульно-постовой службе работает уже 15 лет. К ночным дежурствам ей не привыкать. Сегодня вместе с напарником Андреем Шигидиным она заступает на маршрут ровно в 9 вечера. Мы на Осташковской улице, это наш первый адрес. Сюда патрульные привезли следственно-оперативную группу. Мы приехали к девушке, которая только что заявила об угоне автомобиля. Владелица пропавшей машины рассказывает, ей в голову не могло прийти, что кому-то понадобится ее старенькая иномарка. Она недорогая, такие рио 2010 года. А когда последний раз видели ее? В субботу. То есть больше недели назад. Обычно заявительница парковала свой автомобиль либо в торце дома, либо во дворе. Но в тот злополучный вечер машину она оставила вот в этом парковочном кармане, прямо под окнами своего дома. Однако это не помешало злоумышленникам угнать иномарку. Все это время девушка ездила на работу на метро и пропажу машины не замечала. Разбираться с происшествием будут оперативники уголовного розыска. Оперативник будет отслеживать по потоковым камерам передвижения данного автомобиля. Конечно, нельзя исключать вероятность того, что машину просто взяли покататься и бросили где-нибудь в соседнем дворе. Но также есть вероятность того, что ее могли на запчасти перегнать в другой регион. Несколько часов в районе тихо. Но в начале первого дежурная часть отправляет нас на новое происшествие. Отслеживая нас в стоянку. Более шумит молодежь. На въезде в гаражный кооператив нас встречает охранник. По его словам, группа молодых людей допоздна распивала алкоголь в одном из гаражей. А когда градус достиг пика, девушки и парни начали вести себя шумно и агрессивно. Впрочем, это место молодежь уже покинула. Две минуты буквально ушли. Они вон на встречу попали, наверное, вот сейчас, скорее всего, что налево не повернули. Там сейчас два парня и девушка. Все в педагоге. Уйти далеко нетрезвая компания не успела. Патрульные без труда находят молодых людей за поворотом. Лицо одного из них в крови. А что случилось? Упал. Просто упал. По собственной неосторожности? По собственной неосторожности, соответственно, да. Молодежь извиняется и обещает довести своего пьяного друга до дома. Оснований задерживать молодых людей у патрульных нет. Отправляемся дальше и мы. В этом дворе помощь потребовалась таксисту. Он высадил клиента, а потом шлагбаум опустился. А диспетчер перестал выходить на связь. Водитель попытался проехать по газону, но застрял. Хотели так срезать? Блин, ну а как? Ты что? Я ждал. Пробуем связаться с диспетчером. Человек звонил вам 20 минут подряд. Не было. От нас пришел розов. До этого не было. Ну, в данном вопросе главное – это своевременность. После получаса разбирательств шлагбаум наконец открылся. Впрочем, таксист застрял основательно. Вызволить его из грязевого плена попытались патрульные. Непростая эта работа с тротуара вытаскивать иномарку. Но вот и такую помощь нередко оказывают полицейские. Проходит еще несколько минут, и на выручку нашему экипажу прибывает еще один. Объединенными усилиями иномарку удается сдвинуть с места. Час долгих попыток, и вот, наконец, машина на свободе. Водитель возвращается к работе. А наши патрульные на маршрут патрулирования. Заканчивать ночное дежурство. Максим Ларин, Андрей Черненок, Петровка, 38.